всем привет на связи александр янюк я рад вас приветствовать на нашем пятничном обзоре фьючерсного рынка сегодня мы поговорим о тех инвестиционных идеях которые были озвучены понедельник также посмотрим на новости и статистические данные которые нельзя пропустить погнали начнем мы с европейской валюты в понедельник мы видели евро плюс-минус в этом диапазоне вот где-то вот здесь я сделал скрин с предыдущего обзора с обзоров понедельник вот такую историю мы видели я рассматривал вариант похода к верхней границе торгового диапазона и поиск точки входа в шорт уже оттуда но цена вот что сделала цена вот как отработалась все значит вот здесь мы видели дальше я рассчитывал что движение прям сюда пойдет но к сожалению к сожалению цена немного скорректировалась и дальше уже двинулась к следующему уровню объема это уровень за март девятнадцатого года вот по уходу движения у нас появлялось несколько дивергенций кумулятивных дельт они были достаточно слабые а также без ищите объема в хвосте и вот последнее вот это движение вверх вы посмотрите как оно происходило давайте более детально его разберем то есть целом нас дельта по объему стало отрицательно это означает что больше вот здесь уже продавала и цена немного опускалась окей дальше вот здесь у нас идет удержание лимитным участником потому что дельта по объему все равно красная больше продают в рынок и позже у нас небольшой рост маленькая дивергенция кумулятивных дельт вот здесь как раз образовывается на локальном максимуме после этого у нас начинается более серьезные начинаются более серьезные продажи и конечно же цену опускают пониже к уровню поддержки это уровень объема за июнь шестнадцатого года по европейской валюте рассматриваю шорт приоритет ближайшее время но уже более детально мы об этом поговорим на следующей неделе кстати на следующей неделе обзор будет не понедельник как традиционно а уже во вторник поэтому поэтому во вторник поговорим об европейской валюте и сформулируем новые торговые идеи анализируя уже сот отчеты ну и также посмотрим какие еще статистические данные выйдут сегодня на этой неделе ецб политику свою монетарную не поменяли то есть ставку они не изменили ставка как была ключевая 0 так и осталось или даже ставка по депозитам отрицательно минус 0 5 вот то есть ничего не поменялось единственное что они пересмотрели свою политику выкупа активов вот пока что особо сильно ничего там не поменялось до следующего заседания все пока что будет сохраняться но планирует ее понемногу уменьшать потому что считается что европейская экономика уже понемногу восстановилась так хорошо по поводу европейской валюты все погнали к следующим примерам следующим ситуациям итак швейцарский франк если вы помните то плюс минус а так что 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 я рисовал вот вот что я рисовал на предыдущей неделе до рассматривали мы восходящий канал поход к верхнему сопротивлению это у нас уровень объема за март восемнадцатого года плюс целевой уровень там находится формирование аля двойной вершины да и дальше уже поход вниз плюс минус такая же история у нас и произошла но мы немножечко не дотянули все таки до уровня объема то есть остановилась движение чуть чуть ниже этих уровней сопротивления на самом деле если посмотреть пару евро франк то мы увидим там достаточно серьезный рост многие аналитики срама объясняют это тем что банк швейцарии решил снизить курс до национальной валюты на международном рынке для того чтобы быть более конкурентными торговли на международном рынке если это действительно так если действительно центральный банк вышел со своими интервенциями на рынок то против него лучше не становиться потому что у банка практически безграничная ликвидность да он сколько угодно может напечатать валюты поэтому по швейцарскому франку я сохраняю short приоритет буду рассматривать и принципе я удерживаю позицию франк против японской иены франк в шорт японская иена в лонг поэтому посмотрим насколько быстро сойдется этот спред австралийский доллар по австралийскому доллару вот какую историю мы наблюдали в понедельник и плюс-минус то что я рассматриваю тот сценарий который буду отторговывать здесь у нас плюс-минус все таки произошло мы пробили пред верхнюю границу до пробили уровень обе целевой уровень образовалась здесь ситуация на шорт но к сожалению или к счастью я уже сижу в шорте по австралийскому доллару у меня шорт по австралийцу лонг по британцу поэтому этот спред до сих пор удерживаю пока что не добирал позицию здесь интересное произошло удержание да мы провалились под уровень произошел ретест и здесь как раз таки свеча в виде пин-бара с достаточно серьезным объемом проторгованным хвосте это разворотная формация поэтому есть высокие шансы на продолжение вот этого нисходящего движения вплоть до уровней объема за сентябрь декабрь 19 года но на самом-то деле все будет сильно зависит от индекс американского доллара последнее время все фьючерсы прям вот у них нету своего мнения они просто двигаются за индексом доллара индекс доллара немного ниже чуть ниже провалился 96 все фьючерсы на мажоры сумели преодолеть свои локальные сопротивления вернулся индекс долларов диапазон и все они вернулись в диапазон особо сильной трендовых движений я думаю ожидать не стоит если не будет прям суперских новостей на фондовом рынке или супер хороших или супер плохих чтобы это повлияло на индекс доллара единственная валюта которая имеет зубы да что-то оскалится против американского доллара это у нас японская иена по японской иене что у нас здесь вот по японской иене мы видели понедельник вот такую историю я рассматривал поход чуть ниже в область скопления предыдущего объема да и уже оттуда лонг вот вот такая история у нас произошла то есть мы опустились в эту зону у нас образовалась точка входа вот это у нас секунду вот так у нас это все происходило 1 2 вот так у меня было понедельник правильно понимаю правильно понимаю вот что-то у меня чуть-чуть по ходу не так было потому что в моменте образования вот здесь вот в этом месте у меня появился появилась вся профиль большого среднего проторгованного объема и для меня это стало отправной точкой для того чтобы добрать немного позицию ту которую сбрасывал вот здесь потому что вот этот лонг который я расцену который я держу с целями следующих вот этих локальных хаю он до сих пор у меня в работе сейчас он находится в боковике сильно особо ничего не поменялось вот здесь образовалась еще одна интересная ситуация но пока что я не нашел для себя ту тот красивый пин бар ту ситуацию которую хотелось бы еще добрать то есть вот такие истории хочется торговать когда у нас появляется пин бар с большим объемом проторгованным в хвосте с ищете на дивергенции кумулятивных дельт и сейчас вот вырисовывается аналогичная ситуация то есть у нас дивергенция у нас может быть прорыв локального вот этого минимума и вот там уже можно как раз таки вот здесь увидеть красивую точку или даже чуть пораньше но есть высокие шансы что все произойдет как в канадском долларе да то есть у нас раз подошли второй раз подошли третий раз подошли образовался еще в те объеме только то потом прошлись повыше история здесь может повториться то есть может произойти аналогичная история и вот здесь как раз под вот этим уровнем у нас образуется точка входа это будет отправная история для обновления вот тех предыдущих максимум посмотрим как все будет развиваться на текущий момент японская иена двигается не так как американский доллар принципе она достаточно часто это делает вот поэтому это тот актив который не коррелирует у которого слабая корреляция с другими валютами в текущий момент так отличная точка входа была в лонг по британскому фунту вот так все происходило они мне написал один из учеников я ее высматривал выжидал да и достаточно быстро принципе она себя и отработала у нас понедельник мы смотрели нету за британцы ничего я не рисовал по британцу поэтому поэтому вот так рассматривали мы понедельник вот здесь да и говорил что на коррекции буду присматриваться к лонгам когда появится точка входа и вот . входа для меня это и черти это пин бар и пин бар единственный красивый пин бар на этом пути появился вот здесь то у нас небольшая проторговка провалились пониже ближе к уровню объема и у нас сейчас закрылась в виде пин бара с достаточно серьезным объемом проторгованным в нижней части свечи этой стала отправной точкой для того чтобы совершить спекулятивный трейд плюс это все происходило на дивергенции то здесь история в том что как только я вижу дивергенцию как она начинает развиваться уже там я начинаю охотиться я начинаю смотреть на образование пин баров и чуть и объемов и тогда уже принимаю решение то есть дивергенция для меня это как фильтр стоит смотреть на эту ситуацию потому что прокликивать все графики на протяжении дня до до вас пальцы постираются и и это к добру не приведет а вот если у вас есть четкое понимание на какие истории смотреть какие истории отслеживать то тогда у вас появляется две-три вкладочки которые вы там на протяжении дня просматриваете время от времени и не тратите во первых много времени во вторых не тратите кучу нервы нервов и не пытаетесь найти торговую ситуацию точку входа на тех инструментах где их нет то есть я для себя взял за правило что а пин бары торгую в момент когда на рынке есть дисбаланс вот но опять же чаще всего я отрабатываю один двум поэтому дожидаться истории типа прям сюда не пришлось так по новозеландцу ничего сильно не произошло особо я сейчас его не отслеживаю висит у меня шорт новозеландца лонг канадца в принципе он себя неплохо чувствует в последнее время поэтому пока что просто просто за этим наблюдаю ничего не добирал ничего не сокращал просто пока что жду по канадцу тоже ничего не происходило вот эта история но это уже когда увидел да вот это закругление это лимитное удержание то есть вот здесь у нас кто-то лимитно удерживал цену от дальнейшего похода вверх мы видим что достаточно плотно здесь собрались кластера вблизи верхней границы да мы видим что вот здесь покупали с этих лимитов но как оказалось они были большими и цену скорректировали на текущий момент канадец показывает никакую динамику но вместе с новозеландцем пара неплохо скорректировалась то есть если посмотреть кросс курс новозеландец канадец то там достаточно неплохо все начинает сходиться так по валюте мы все прошлись давайте сырье посмотрим из того на что стоит стоило обратить внимание на этой неделе это ввп в китае достаточно серьезный рост плюс экспорт импорт тоже вырос экономика во всем мире замедляется да я даже записал показать картинку многие центральные банки уже рассматривают вариант снятия либо уменьшение денежных стимулов до уменьшение то тех программ закрытия тех программ которые были открыты во время кризиса вот мы видим что достаточно крутую динамику показывают у нас франция если посмотреть например на канаду да то здесь никакой динамики нет в америке никакой динамики нет основная сейчас динамика как раз где как раз в европе потому что они до сих пор достаточно много денег тратят на то чтобы стимулировать у них отрицательные процентные ставки поэтому да 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 вот там и рост происходит на текущий момент я считаю что европа имеет лучше шансы выйти более сухими из воды чем сша поэтому в ближайшее время стоит посматривать на европейские индексы фондовые на активы которые номинированы в евро ну и соответственно европейскую валюту если индекс доллара начнет проседать европейская валюта будет двигаться быстрее всего если индекс доллара будет расти то европейская валюта будет падать не так быстро как из и остальные эти мысли можно эти в эти мысли можно сформулировать в торговую идею например тот же самый европейский европейская валюта против канадского доллара пример ну это нужно смотреть это нужно проверять так хорошо и вот что интересно еще один нюансе который просто в экономическом календаре заметил ввп в сингапуре если смотреть за второй квартал по сравнению с первым кварталом упал на 41 процент ввп в синагапуре упал на 41 процент но это это просто супер ужасные цифры так дальше нефть по нефти вот здесь мы точно помню рассматривали ее говорил я о том что рисовал треугольничек такой да я все-таки по-прежнему рассматриваю что нефть может вот так сделать вот такой сценарий на рисовать в принципе у нас достаточно много участников ждут нефть по 44 45 в этом 44 44 50 45 поэтому пробой вот этой границы верхней границы он очень вероятен многие покупают колы просто в расчете на то что фу сейчас просто улетит давайте посмотрим вот после экспирации на открытый интерес между колами и путами путами мы видим что объем путов намного больше чем колов то есть люди покупают путы страхуют себя от падения почему тогда рынок должен падать чтобы они заработали чтоб их страховка сработала нет конечно страховку то есть страхует себя страхуя себя вы сразу отдаете в рынок денежку рынок уже получил эту денежку зачем ему двигаться вниз поэтому я считаю что есть все шансы на пробой верхней границы просто спекулятивный разгон просто собрать ликвидность вверху потому что там достаточно ликвидности многие шартили многие шартили с расчетом что цена не сумеет закрыть вот этот гэп то вот этот огромный гэп и в целом есть все шансы двинуться вверх собрать ликвидность только после этого упасть значит то ли квартальный отчет опек был то ли встречи у них смысл в том что они договорились что будут увеличивать объем добычи уже с августа на 2 миллиона то есть следовать своему изначальному соглашению это первое россия уже нарастила добычу июле уже нарастила добычу понемножечку наращивать и дальше поэтому я считаю что по нефти есть негативный фон но но в заметьте реакцию рынка на этот негативный фон хранилища они по-прежнему заполнены спрос не растет плюс будут наращивать объем добычи то есть это означает что текущие цены для них нормальные и рынок не упал рынок не упал это говорит о силе рынка о том что ему просто не дают упасть значит кому-то выгодно чтобы он вырос вот там уже собрать ликвидность только после этого упасть поэтому я считаю что все-таки нефть имеет шансы ближайшее время сделать хороший импульс вплоть до уровня 45 почему бы и нет собрать всю ликвидность и только после этого снизится в понедельник мы посмотрим во вторник мы посмотрим сот отчеты и тогда уже сделаем вывод золото продолжает свое снижение уже был как по мне установлен локальный максимум точнее не локально уже был установлен максимум и ближайшее время мы будем видеть коррекционную долгую такую коррекцию до затяжную и все это будет сопровождаться вот такими просто подарками от рынка когда у нас на на локальных минимумах образовывается сразу несколько чеки объемов когда у нас после небольшой проторговки после закрепления выше у нас появляются пин-бары с большим объемом хвости и это прям ну вот супер красивые точки но согласитесь образовались и чеки пошли вверх образовались и чеки пошли вверх разгрузились ходили еще выше разгрузились пошли собрали ну целый день можно просто сидеть и торговать вот этих и чеки объемов видим и чеки вблизи локального минимума хорошо есть подтверждение со стороны дивергенции кумулятивных дельт отлично и вот я прям сейчас тоже рассматриваю вариант захода в позицию потому что у нас на локальном минимуме образов образовалась несколько и чеки мне нужно чтобы цена обновила этот минимум достаточно значимо обновила появился пин-бар на этой дивергенции и вот тогда я смогу уже со спокойной душой зайти в эту позицию плюс чуть-чуть напрягает то что мы не обновили вот эти локальные минимумы да то есть совсем немного не обновили если вели уже цену сюда почему нельзя вот здесь еще собрать ликвидности так туда пойти но посмотрим как это все будет развиваться по золоту рекомендую в ближайшее время максимум внимания уделить для внутридневной торговли именно этому инструменту посмотрите на эти ну просто супер четкие сигналы это я ночью решил поторговать золото вот история была вот здесь как раз если вы еще не знаете то у нас на платформе добавились новые индикаторы это сигналы в какое время в каком месте прошли большие объемы по опциону то есть вот в этом месте у нас прошло 603 контракта со страйком 1650 до при цене 1812 но это серьезный объем это достаточно серьезный объем после этого сразу ночью после этого сразу мы обновляем локальный хай образовывается что образуется свеча в виде пин-бара с достаточно серьезным объемом проторгованным хвосте плюс профи среднего проторгованного объема вверху и у нас происходит вот такая коррекция здесь достаточно быстро мы прошли один к двум и чуть чуть дальше было даже вот один к трем и после этого образовывается еще лучше точка входа с большим объемом вверху с и черти с вот этим кластером огромным дальше уже ну вы дальше вы уже сами видите что у нас происходит вплоть до образования нового и черти хорошо по золоту есть bitcoin под влиянием негативных новостей под негативным новостным фоном за счет того что взломали твиттеры крупных людей публичных людей крупных людей сказал вы маму не вымогали было типа акция да сбрось мне bitcoin я тебе сброшу в два раза больше и такие сообщения опубликовали и на и в твиттере села бинанса и илона маска и там многих публичных билла гейтса многих убить публичных людей собрали по-моему 11 или 13 биткоинов за один вечер но фишка даже не в этом показали что есть дыры что можно взломать что можно проводить вот такие манипуляции bitcoin на это отреагировал отреагировал как мы видим негативно он покинул свою проторговку волатильность как была на минимуме так и осталось и вот что я еще нашел какую информацию открытый интерес не меняется да то есть участники рынка спекулянты потеряли интерес к этому активу ну уж точно волатильности нет что там торговать это первое те кто не потерял те кто сидят они по уши в плечах по уши просто потому что чтобы сохранить хоть какую-то доходность на вот этом рынке нужно брать хорошие плечи второе третье если посмотреть там есть данные по поводу опционов до куда ожидает рынок куда не ожидает рынок так вот рынок не ожидает что цена поднимется к 11000 чем то есть вероятность похода рынок закладывает 4 процента 4 процента в ближайших два месяца что bitcoin сделает 11000 вроде бы маловероятно согласен но но если вы помните есть это нужно конечно уточнить но вроде как есть такое правило что когда открытый интерес не меняется или даже падает цена находится в неудобном положении ну здесь и покупать не хочется и шортить уже не хочется да поэтому спекулянтов здесь нет поезд для них этот уже давно ушел они уже по выходили на долгосрок как это говорят хомякам покупать не сильно захочется вблизи 10 тысяч все же хотят купить с коррекцией правильно я считаю что это лучшее время для организации пампа то есть делаем все просто делаем обновление локального максимума закрепление поход на 11 чуть чуть повыше и там уже те кто сидят точнее не те кто сидит те кто ждали что сейчас bitcoin сделает сюда я вот здесь закуплюсь и буду сидеть до 100 тысяч вот все эти ребята они начнут покупать уже после 11 и тем самым они начнут еще дальше двигать цену а там нету лимитов там нету таких крупных там не будет таких крупных продаж все кто хотел они да вот здесь слились некоторые те кто здесь покупал они уже здесь по выходили но нету смысла держать актив который не растет лучше эти деньги перевести на инвестировать фондовый рынок где акции по 700 процентов за неделю делаю зачем сидеть в битке поэтому я считаю что текущее время это идеальное время для того чтобы абсорбировать ликвидность до набрать позицию и тем самым и позже способствовать движению цены вверх там уже сбрасывать так и по сырью что у нас еще серебро серебро показала прям прям суперскую точку на самом максимуме да посмотрите цена двигается вверх доходит до уровня объема у нас кумулятивная дельта по объему и по количеству тиков начинают падать цена еще двигается чуть-чуть вверх и на самом максимуме появляется шорт появляется вот зеленые черти это говорит нам о том что вынесли вынесли шорты и сразу провал достаточно быстрый трейд очень быстрый с достаточно коротким стопом и отличным соотношением риск прибыль так медь медь скорректировалась от своего локального максимума да мы видели медь вот так даже по моему да вот здесь вот мы вот так видели медь и я рассматривал что она упадет потому что обновить годовой максимум просто так нет так нельзя вот медь принципе пошла на коррекцию сейчас я думаю что коррекция затянется чуть побольше учитывая то что все позитивные новости уже отыграны в ценах на медь то есть достигнуть вот этой проторговки есть все шансы и вот же отсюда можно работать в продолжение тенденции но нужно посмотреть будет сот отчета так в принципе по сырью там особо сильно ничего не происходило газ на месте стоял извините за эти и чести просто если работать внутри дня то они достаточно нормально но если на дневном посмотреть то они достаточно смешные достигли мы все-таки 1 из 7 тютелька в тютельку цель достигнута по вот этому пин бару да вот этот пин бар который образовался здесь как раз цели были плюс минус 1 и 7 так пшеница продолжает свой bull run на логистические цепочки нарушены все ожидают второй волны все закупаются сыр съем товарами плюс урожай я думаю что не будет такой хороший пока что я не нашел для себя точки для добавления сижу в этом gtf который не так сильно вырос как этот инструмент так давайте посмотрим но 16 процентов если пьетев еще так вырос я вообще бы доволен был так кукуруза пока что пока что ничего здесь сильно не происходит окей и фондовый рынок и хватит так по фондовому рынку те у меня здесь и сын пи значит фрс начнет сокращать стимулы это первый негативный фактор для фондового рынка второе начнем почему потому что кризис в рано или поздно дойдет к концу они не могут постоянно поддерживать рынке за счет кого банки отчитались в целом не очень хорошо то есть отчеты вроде бы а точнее не так отчеты вроде бы выходили не очень хорошие но на самом деле они больше перестраховывались это это дало негативный импульс для рынка но в целом мы видим что рынок находится на своих локальных максимумов поэтому импульс не удался калифорния прикрыла уже бары рестораны потому что ну как то количество зараженных достаточно большое пора пора применять какие-то меры но но мы видим что все эти меры они как-то рынком уже проглотились все ждут вакцину там куча компаний модерна файзер и так дальше все они получили уже одобрение на третью фазу уже некоторые проходят эту третью фазу испытания уже на большом количестве людей куча новостей не знаю фейковых или правдивых о том что есть побочные эффекты что вакцину скоро ждать не стоит с другой стороны что вакцину ждать стоит уже к августу да если не ошибаюсь 3 августа уже начнется вакцинация в россии вакханалия короче просто вакханалия поэтому пока что это убираемся информационного поля на что стоит обратить внимание это соотношение put call опционов которые сейчас на фондовом рынке картинка вот вот это соотношение с пятнадцатого года чуть пораньше вот посмотрите где она находится она находится на локальных примерно на минимумах да на исторических минимумах за этот период что это за соотношение это количество покупаемых колов количество покупаемых put of деленное на количество объем имеется не просто в штук на объем объем покупаемых put of деленный на объем покупаемых call of это соотношение на минимум как вы считаете почему правильно правильно call of слишком много покупают на самом деле дать это соотношение может быть на минимумах если а путов практически не берут тогда до путов это будет путов практически не берут или очень много берут call of так вот у нас второй вариант put of берут среднестатистически как всегда люди страхуют себя от падения понемногу но call of покупают очень много а кто покупает это конечно же покупают не самые квалифицированные инвесторы покупают call и после такой высокой волатильности на локальных максимумах после такой волатильности опционы чаще всего дорогие там высокие премии но но многие хотят заработать много если много покупают call of рынок вверх что сделает не пойдет зачем ему идти туда все застраховали себя от от роста по факту все ждут что цена пойдет вверх на покупали много опционов много call of сделали уже свои ставки зачем рынку двигаться вверх непонятно ставки уже сделаны все больше никто не покупает так хорошо на этой неделе вот если посмотреть на корреляцию то принципе корреляция возобновилась я в последнее время не очень люблю нас так потому что он чаще всего двигается против основной тенденции и это движение она не происходит день-два она происходит неделю вторую третью но здесь достаточно быстро мы отошли от общей вот этой банды да и достаточно быстро вернулись к этой банде то же самое сделал и рассел он начале был в аутсайдерах но сейчас принципе вернулся к среднему до среднее красненькое это у нас s&p 500 к сожалению интерактив решил прервать подключение к рыночным данным так к чему я это я к тому что на фондовом рынке сейчас идет полным ходом отчетный сезон отчетности в понедельник мы с вами видели вот такую картинку по s&p да я рассматривал поход выше понедельник начался на хорошей ноте с гэпом чаще всего отрабатывает себя этот паттерн то есть после образования вот такой истории у нас происходит прорыв вверх серьезный и уже дальше фиксация прибыли не знаю не то показал не то показал все то показал вот почему то так работает и вот здесь аналогичная история произошла вот произошла с гэпом мы открылись обновили локальный максимум образовался профиль среднего проторгованного объема на хаях и после этого пошли я благополучно досиделся дождался по рассылу этой точки входа это было не самая идеальная самая идеальная она была вот здесь до перед закрытием за несколько минут до закрытия рынка цена обновляет на прям пункт пипс на пипс обновляет локальный максимум и проваливать под закрытие зафиксировали достаточно серьезно по ходу позиции раз индекс так резко пролетел вниз и это стало для меня поводом что в принципе можно и поширтить немного эти эти индексы волатильность высокая сезон отчетов не самый хороший фрс снимает понемногу будет сокращать стимулы количество зараженных растет то есть много факторов говорит о падении много факторов говорит о том что роста дальше не будет поэтому либо мы будем болтаться в этом боковике который уже сформирован достаточно давно либо мы будем падать может будем расти ну тогда приветствую плос так на этом все в принципе если у вас будут вопросы вы обязательно задавайте их в комментариях прочитаю расскажу покажу все что надо сделаем на этом буду прощаться хороших вам выходных лично у меня будут отличные выходные спортивный поход на катамаране по не хочется сказать горной реке но около горной реки встретимся во вторник я надеюсь что встретимся во вторник там погода не очень хорошая прогнозируется всем счастливо и до встречи